Прежде чем мы перейдем к следующему сюжету, я прошу убрать от экранов несовершеннолетних. Сюжет также не рекомендован к просмотру людям со слабой психикой. Итак, некоторое время назад мы представили вашему вниманию, как оказалось, лишь первую часть журналистского расследования о незаконных захоронениях на закрытых сыктывкарских кладбищах. У этого расследования есть продолжение, которое откровенно шокирует своим содержанием. Напомним, пенсионерка из сыктывкара Зоя Алексеевна Фролова долгое время пыталась найти правду в запутанном и очень странном на первый взгляд деле. Как-то раз, навещая могилы своих близких, она обнаружила, что на месте захоронения покоится уже кто-то другой, неизвестный ей мужчина. Это моя сестра, это его жена лежит, у нее даже ограду всю передвинули. То есть, а раньше ограда? А ограда была раньше здесь. Немало озадаченная Зоя Алексеевна обратилась к родственникам усопшего и получила вполне ожидаемый ответ. У нас деньги, мы где хотим, там и хороним. Я говорю, как вы могли похоронить, там же у меня могила отца. Плевал, говорит, она могила вашего отца. Как удалось выяснить, в то время захоронениями занималась фирма «Ритуал-сервис». Причем погребение поверх старых могил не самое циничное в работе этой компании. Нам удалось поговорить с бывшим работником «Ритуал-сервиса». Он согласился рассказать о принципах работы компании, но только с условием, что мы изменим его голос и скроем лицо. Компания «Ритуал-сервис» несколько лет подряд выигрывала муниципальные конкурсы на обслуживание городских кладбищ. В контракте, помимо работ по общему благоустройству, компания принимала на себя обязанности осуществлять в том числе доставку тела на кладбище и погребение так называемых невостребованных трупов. Другими словами, тех, чьих родственников найти не удалось. По закону, таких покойников хоронят за счет государства. Согласно федерального закона о погребении и похоронном деле, государство оплачивает похороны на человека, если его личность не установлена или не найдены родственники. За счет государства обеспечивается перевозка тела, предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. Говоря иначе, государство взяло на себя заботу о достойном погребении одиноких людей. И все эти годы деньги перечислялись компанией «Ритуал-сервис», чтобы та позаботилась о телах умерших. Впрочем, как утверждают бывшие работники ритуальной конторы, заботилась она о таких покойных как-то нехотя. Невостребованные трупы. Их возили сюда и захоранивали. Ну, ездили в морг, например, целая бригада, там, человек 6-7, по 2 человека, чтобы было. И закидывали в кузов, например, там, человек 15. От 15 до 20, до 25, так, валом в пакетах. Ну, салфановыми, как бы, этих, из-под теплицы эти. Заворачивали их там. А потом сюда привозили и так сбрасывали. Как говорит бывший сотрудник ритуал-сервиса, так было похоронено более тысячи человек. Кто там в покрывали завернут, кто-то там, с городского морга, так они в покрывалках там завернут. Вот дома, как заберут или где-нибудь найдут, что-то найдут, завернут, так и бросали. Одежду, например, если от них, что остается их. Ну, в конце траншеи где-нибудь здесь закапывали, последнюю. Пару мешков там больших. Такой метод захоронения компания, по словам ее бывшего работника, практиковала на протяжении нескольких лет. При этом ежегодно ритуал-сервису по муниципальному контракту выделялись деньги на погребение невостребованных трупов. Так, сумма муниципального контракта на содержание и обслуживание городских кладбищ и транспортировку трупов на 2010 год составила более 12 миллионов рублей. Этих денег по условиям контракта должно было хватить и на отдельную могилу, и на гроб. Но, видимо, в ритуал-сервисе, со слов бывшего работника, думали иначе. Я-то подчиненный был, мне что сказали, то я и делаю же, в принципе. А вот он, собственно, проводил какие-то, я не знаю, разъяснения, что вам говорить, допустим, да, если там какие-то проверки будут? Да, что хороним в гробах, там, все это такое, чтобы, если люди же интересуются, многие родственники приходят, находят, а хоть в гробах, как по-человечески, да, я говорю, чтобы в гробах хоронили, да. Но многие родственники как бы приходят, находят, и если там захотят вытащить, например, там, перезахоронение сделать, мы, например, ищем, там, приезжаем в 5-4 утра, это все делаем быстренько, чтобы никто ничего не видел. Ложим в гроб, и родственники приезжают, смотрят, вот забрали. А там, если спросят, где еще старое, мы оставили, там, на месте все закопали, там, старые гробы, все такое. Доверять ли словам этого человека – решать вам. В любом случае, разбираться во всей этой истории – дело компетентных органов. Самое пугающее, что во всей этой истории то, что быть захороненным таким образом мог любой, даже тот, чьи родственники опаздывали на похороны. В таких могилах могли оказаться и те, кто терял документы, и те, кто числился пропавшей без вести. Потом некоторых из них разыскивали родные, и кого-то все же находили. За комментариями мы обратились к директору компании «Ритуал-сервис», но Николай Бобяк общаться с нами наотрез отказался. Между тем, в газете «Красное знамя» была опубликована статья в поддержку ритуальной конторы. Написал ее журналист Анатолий Полькин, который, к слову, сам стал участником громкого скандала 15 лет назад. В газете «Республика» от 31 октября 1997 года опубликовано обращение бизнесмена из Азербайджана Арифа Меликова, который рассказал, что обратился в региональное управление по борьбе с организованной преступностью на противоправные, по его мнению, действия сотрудников газеты «Красное знамя». На страницах этого издания по просьбе бизнесмена была размещена технологическая аннотация по нефтяному проекту. При этом, как заверяет мужчина, заплатил в кассу 1 миллион рублей. А затем был неприятно удивлен, когда коммерческий директор газеты Анатолий Полькин запросил у него еще 10 миллионов неофициально, заявив при этом, что в противном случае иначе у мужчины могут возникнуть проблемы с выездом из города. Цитата. «Мы, мол, издание оппозиционное, находимся под жестким прессингом со стороны властей, а сейчас как раз время выборов. Стараемся добыть деньги любым способом. И именно под выборы нам нужны деньги, которые бы официально нигде не проходили». Конец цитаты. Впоследствии Ариф Меликов под контролем силовиков передал часть этой суммы господину Полькину, после чего того в сопровождении оперативников доставили в МВД. Впрочем, вскоре отпустили. Оснований для возбуждения уголовного дела силовики тогда не усмотрели. Алексей Ануфриев о неожиданных поворотах кладбищенского скандала.